Всем привет, друзья мои! Девушка приехала! А вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! А, пока-пока! Что у нас здесь происходит? А нас покидает наша гостья, моя девочка! Милая девочка, хорошая девочка! Уезжай! Всё, уезжать хочешь? Одна не хочет уезжать! Я поехала путешествовать, да? Всё, поехали мы на вокзал! Счастливой тебе дороги, моя дорогая девочка! Спасибо! И возвращайся поскорее! Спасибо! Уезжает наша жарка! Приграшаем нашу команду, и вы приедете и встретитесь там! Соединяйтесь и приезжайте! Едем-едем на вокзале! Мы автовокзали наши! У нас очень красивый автовокзал, Мельциня! Приезжайте, пожалуйста! Уезжайте, моя девочка! Лапуля! С Богом! Приятно было познакомиться! С Богом! Всем привет, мои дорогие! Сейчас хочу заняться грибами, их промыть, и научу вас одному лайфхаку, которому тоже я научилась в сетях. Вот берем просто воду, как промыть вот эти грибы, сюда, значит, мы перемешиваем муку, две ложки такие, да? Смотрите, что делаю дальше! Я их просто сейчас вот так вот размешаю. Я сама удивилась, но это срабатывает! Вы видите, прекрасно, какого цвета сейчас у нас вода! Видно же, да? Перемешиваем так хорошо! Так, и что делаем? Опускаем наши грибы! Так, салфетку не нужно! Опускаем! И даем чуть-чуть в этой воде полежать нашим грибчиком, грибочком поплавать! Вы видели прекрасно цвет воды! Сейчас мы через какое-то время будем наблюдать, изменился ли цвет! Все нехорошее должно полы лизать, если оно там имеется! Все, оставляем, через какое-то время возвращаемся к ним! Прошло минут десять, наверное! У меня там дела, не хочу сейчас оставлять это в такой грязной воде! Посмотрите! Промылись мои волопчики! Будем отправлять их в воду сейчас! И покажу вам грязненькую водичку! Ну, не знаю, я научилась! Эффективное оно, неэффективное! Какие были хорошие грибы! Ну, как я их сразу не пожарила и просто думала, их так мы запечем, сможем! Вкусненько! И не успели запечь! И что-то гриб испорчен! А ну-ка, посмотрим! Вот это выдохся! Вот видите, какая водичка стала! Видите? Ну-ка, еще один лайфхак вам! От меня! Такие красивые у меня яйца получились! Вот так я их покрасила! Надо их еще сверху можно, знаете, чем? Маслица, ну, не обязательно! Покрасилась сегодня икорой! Закончилась эта краска! Надо заказать! Что я делаю? Жарю грибы! А у нас такой беспорядок! С другой стороны, думаю, вот это вот обязательно надо застеклить! Все-таки безопасность, да? Вроде бы тут такой дом у нас все! И тут вдруг открыто! Видите, без стабильности нет! Стабильности! В природе нет стабильности! Никто не может ничего гарантировать! Ничего нет! Чего не застать! Застрахован! Вот! Как я жарю грибы? Крупно нарезала на оливковом масле! Сейчас хочу добавить попленое масло или масло сливочное! Посмотрю, какое! Лук не буду добавлять! Вот так я посолю, поперчу сейчас! И что сделаю, мои дорогие? Контейнер! Потом из него суп! Потому что уже начали портиться! Хотя мы уже сколько не покупали? Понедельник мой муж купил! Ну да! И они начали портиться! Никогда не думала, что из псиллиума будет такой вкусный! Такие вкусные блины! Вот это вот сухие дрожжи! А вот это вот псиллиум! Мне привезла моя подружка! И я из них приготовила! Вот такие блинчики! Они такие вкусные! Вот! Сейчас готовлю завтрак! Ну, у меня как завтрак! Не такой! Сегодня будет двухразовое питание! Потому что на вечер я хочу пожарить эти крылышки! Вот! Сейчас я вот переверну мой блинчик! Еще хлебушек! Я там столько рецептов вчера научилась! Напекать! И сейчас вот пожарю также судюб здесь! Вот! Пожарится! И вот такой у нас будет завтрак! Еще вот этот у меня вкусный! Надо подогреть! Для многих это непонятно! А для меня очень вкусный! И будем сашкирум яйца ломать! Христос воскрес! Будем говорить! Вот они яйца! Вот такие яйца я покрасила! Сейчас я их отнесу! Чуть-чуть сделала! Нам хватит! Хочу с вами поделиться! Знаете, курьез произошел со мной! Просто цирк! Мои дорогие друзья! Сейчас каргу принесла мне вот вот этих очаровательных два куста! Сейчас расскажу историю, что это такое! Когда приехала Жанна, мы в первый вечер выпили ракы! Многие подписчики мне советовали расслабиться с мужем, пойти куда-то оторваться! Ну, это произошло! Ну, это произошло! Был праздник у нас в доме! Выпили ракы мы! Утром, естественно, башка болит! Естественно! И я взяла в руки телефон, и тут вдруг реклама в инстаграме! Голубика! Да, друзья, это голубика! Реклама голубики! Что вот в Турции два года растению 50-60 сантиметров! Одну штуку берете, одну в подарок! Две берете, две в подарок! Одну, значит, одна плюс один 350 лир! Вот это вот все! Два плюс два! Там уже 600! Ну, дешевле, чем, допустим, поштучно, да, покупать! Еще один подарок дают! В итоге, один этот куст получается 350-175 лир! Вот! И я подумала, что килограммами продаются! И думаю, как дешево! Я заказала, думаю, два килограмма, наверное, ко мне придет! Я сделала заказ! Там можно выбрать было как оплата! По карте или наличными! Я все отметила! И вот когда это было, и когда это и когда пришло... Почему-то долго идет, я не поняла, почему? Почему-то долго шла эта посылка мне, и вот она наконец-то пришла! Но что было дальше? После того, как я сделала заказ, я на второй день посмотрела, думаю, слушай, а где этот заказ? Хорошо, что я его сфотографировала! Все! Скрин и сделала все! Мой муж мне там до этого предупредил! Никому, говорит, в интернете не давай номер карты, ничего! И тут вдруг я вспомнила про свой заказ, посмотрела, что я карту-то не указала, только адрес! И рассказала ему, что Ашкеп к нам... Я сделала вчера, говорю, заказ, и придет Голубика. Он так посмотрел, все! Потом я начала сама, застряла на этой странице, так как начала читать сообщения. И люди все благодарные пишут, пришли, такие свеженькие кустики, все! Я думала, почему этот... Причем тут кусты? Читаю, читаю, все положительные отзывы. И я в итоге написала «Недемек бирадет» Что это? Что значит? Вы говорите одна штука. Почему не один килограмм? И тут вдруг я ответила сразу себе на вопрос. Это имеется в виду один куст. Но было уже поздно что-то передумывать. Но я не такой человек, я не играюсь никогда. Если я приняла один раз решение, значит, это решение уже в ходу. Даже если оплошное было решение, значит, мне нужно было заплатить за что-то, какое-то корвическое семя посеять. Я принимаю это с благодарностью. Ну, что там, 350 лир ушло у меня на это. Ну, а может быть, что-то и получится с него. Так вот, столько я смеялась, никогда не делайте заказы на похмелье. Как я сделала, девчонки, мальчишки мои. Такая была интересная история. А сейчас вот скажите мне, вот, видите, что мне с ним делать? Я думаю, я хотела, приготовила вот этот. Там у меня, видите, Жанночка посадила розы, и вот тут это у меня тоже цветок. Она разбирается в цветах, и она сказала, что мне не годятся, они заболели. Теперь смотрите, клубнику нам дал сосед. Кстати, вы знаете, я с его женой помирилась. Когда был Байрам, я вышла на балкон и просто сказала, засох, представляете? Я просто сказала, знаете что? И Байрамлар. И она так обрадовалась, и мы с тех, после этого всегда здороваемся. Вот. Мне сейчас пришла такая идея посадить вот туда один и один сюда. Как вы думаете? Или сюда? Не знаю, как быть. Эти цветы тоже жалко, так они растут, но тут авокадо. Наверное, скорее всего, я сюда посажу. Вот. Тут у меня что? Тут непонятно, что и перчики бросала, и все. А здесь пока ничего не растет. Вот, наверное, вот здесь откопаю, раскопаю, и будут перцы. В принципе, я так, мы не пользуемся ими и не кушаем, не знаю. Растут сами по себе. Вот. Одну день сейчас я сюда посажу. Почитаю в интернете, как и что, клубнику выращивать, и потом только буду делать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. и на все уведомления.